Привет, народ! Продолжаю снимать обзоры, вас интриговать, сам смотреть то, что приехало. Эту катушку я вам уже показывал. Это Jedi Purple 1000, то есть пурпурный тысячник. Так, черная коробка лаконичная, катушку вы видели, сейчас я заодно ее и достану, покажу. Но, в тот же день, когда я купил эту катушку, посмотрел и купил другую катушку, мне показалось, что они отличаются все-таки, разные фирмы, разные исполнения, разный цвет. И приходит вот такая же, такая коробка. Совпадает до миллиметра, только это Синайт, Финис, двухтысячник. То есть здесь тысячник заявлен, здесь двухтысячник. Финис, Феникс, в принципе. Так. Адреса магазинов, плюс американские у них есть и китайские. Фирма сама по себе неплохая, свои спиннинги, катушки выпускает. Только этой фирмы у меня еще ничего не было. А, был у меня спиннинг, ушел с Авито, что-то у меня не глянулся, но в целом довольно неплохой был спиннинг по качеству изготовления. Так, емкости по леске заявлены, у GTI всякая ерунда написана. Нужного, пожалуй, нет ничего, кроме названия фирмы и то, что там пурпурная катушка. На самом деле черная, с пурпурными вставками. Так, здесь кое-что полезного мы видим. То есть 5,2 стандартное передаточное число. Нагрузка на фрикцион заявлена 8 килограмм, 11 подшипников. Вот это непонятное нечто, Dual BB. Dual BB, это двойной подшипник получается. Не знаю, что это они имели в виду. Что за двойной подшипник. Так, открою ту катушку, потому что вы ее видели. Так, ну, подарочный воблер пока здесь еще. Надо будет перевожить, а то он все лето здесь проваляется. Так, была дополнительная шпуля пластиковая. Мешочек для переноски. Отлично, пусть будет. И катушка с макулатуркой. Так, катушка выглядит следующим образом. Довольно небольшая, изящная, с перфорированной шпулей, с большим роликом. Который удивил тем, что у нее нет скосов на какую-либо сторону. Он просто, ну не знаю, цилиндрический. Вернее, есть два бортика и ровная цилиндрическая поверхность между. Так, не понравился несколько туговатый ход. В остальном катушка вполне нормальная. Ну, может быть, переработается. Потому что при заявленном большом количестве подшипников у этой катушки, у этой я не помню, сколько заявлено, у нее здесь ничего не написано. Так, только соотношел. А, вот их нашел. Сколько здесь? Ну, то же самое, 10 плюс 1. Так, ход несколько туговат. Ну, и напомню, что здесь из странностей, сомнительных, вернее, решений, можно сказать, что наличие четырех подшипников в подшпульном узле это несколько перебор, конечно. Четыре подшипника. Так, ну, в всякий случай так вот сделаем. Потому что сейчас будем баловаться дальше. Так, ну и второй запасной поставим. Так, итак, Синайт Финис 2000. Это тысячник. Кей 1000. Открываем, получаем. Что мы получаем? Ну, давайте сначала чехол. На ощупь мерзкий. Цепляется вот эта штука. Но наличие его, конечно, несомненный плюс. Не люблю, когда кладут просто в пакетики. Это какое-то неуважение ни к покупателю, ни к катушке. Так, инструкция. По рыбалке. Отлично. Вдруг что новое для себя откроем? Кидать в сторону рыбы, наверное. Ну да, тут всякие мелкие полезности. Ну ладно, нам это обычно не надо. Схемы нет вообще. Экономно, да. Так, шпуля дополнительной нет. В пупырчатом пакете. Ну, это лучше, конечно, чем просто пакетик. Ну, не заменяет чехла. Так. А, катушка все-таки, все-таки, наверное, двухтысячник, да? Нет. Мне кажется, ли они одинаковые абсолютно. Нет, все-таки она размером больше. Так, это все-таки тысячник, а это двухтысячник. Я уж испугался, что они полностью одинаковые. Нет. Они немножко отличаются. Немножко отличаются размером. Сейчас будет видно как раз. Прародитель у них явно один и тот же. Так. Смотрим. Разворачиваем в ту сторону. Смотрите. Ротор в одном одинаково выполнен. Блин, она, наверное, одинаковая. Все-таки никогда не могу понять. Так. Почему-то кажется... Сейчас шпулю поставим, будет видно, чиркает или не чиркает. Так. Ротор абсолютно одинаковый. Душки тоже одинаковые. Только здесь черные. Здесь, соответственно, блестящие. Здесь желтый ролик, здесь белый. Тот самый профиль. Шпуля выполнена несколько по-другому. Емкость лески здесь написана на ней. 5,2 и двухтысячник. Так. Сам корпус покрыт чем-то похожим на soft-touch. Вернее, soft-touch-то и покрыт. Только красным. Так. Масло лезет. То есть смазка как минимум есть. Так. Размер корпуса, ну, на первый взгляд, одинаковый. Ну, вот сейчас вот мы эту часть прикружим. Да. То есть двухтысячник и тысячник, похоже, ничем не отличаются. Ну, давайте шпули поменяем местами. Я же говорю, что будем издеваться по полной. Так. Пробки разные. А, все ясно. Я думаю, все понятно сейчас будет. Тысячник и двухтысячник. Да ничего не ясно. Они одинаковые. Так. Тот же самый подшпульный узел. Да, вот тут огрехи исполнения. Здесь такой длинный заусенец на бронзовой шестерне. Я надеюсь, не порежусь я об эту штуку. Могли бы убрать, конечно. Вот оно, выполнено. Настоящее золото. Так. Да, одинаковые. Ну, давайте шпулю поставим. А вот и фиг вам называется. Подшипники что, разные, что ли? Ну, вот и разница, в принципе. То есть, у двухтысячника чуть больше шпуля. Так, а сюда, если надеть? Довольно забавно. От двухтысячника на тысячник одевается шпуля. А эта почему-то не попадает. А наоборот, никак. О, налезу. Давайте зафиксируем ее гайкой от Финиса. Посмотрим. Ничего не цепляет. То есть, вся разница получается в небольшой... Вся разница в небольшой разнице, да. Вся разница в том, что шпуля у двухтысячника чуть больше. Сейчас померяем, насколько. Так, а сюда поставим сейчас от Финиса. Ну, зафиксируем пробкой от Житая. Диаметр вполне подходит. Фрикцион работает. Но все-таки где-то что-то там постукивает. Ну, не постукивает, что-то там сдвигает эти подшипники. Может, просто несколько по-другому цепляет на это. Садится, вернее, шпуля. Но, в целом, вполне взаимозаменяема. Так. Посуществует одна и та же катушка. И она еще встречается в других вариантах. Интересно, что эти катушки стоят где-то в районе полутора тысяч. Чуть меньше полутора тысяч. И... Сейчас, кстати, взвесим... Ну, явно это, конечно, весить будет больше. Потому что шпуля... По-другому выполнена. Имеет больше диаметра. Есть катушки стоят... Которые полуторы тысячи рублей, например. А есть, которые стоят три с половиной тысячи рублей. На вид абсолютно одинаково. То есть, у них такая вот шпуля. Подобные рукоятки. Только рукоятки выполненные. Смеси пробки с резиной. И... Профиль шпули может отличаться. И встречается с мелкими шпулями. Но цена где-то в два раза, мне кажется, не стоит она того. То есть, если вот за полторы... За цену тех трех с половиной тысяч здесь куплено... Даже еще осталось бы... Куплено две разных катушки. Бог с ним. Пусть будет двухтысячник одна. Одна тысячник. Хотя это одна и та же катушка с разным диаметром шпули. Вот так часто довольно бывает, что корпус один и тот же отличается только емкость шпули. А, забыл. Хотел взвесить шпули отдельно, пока это возможно. Так. Ну, явно, финисовая довольно тяжелая. Потому что особых вырезов нет. И она полностью металлическая. Профиль шпули отличается. Ну, с поправкой на двухтысячник один и тот же профиль шпули. Так, 43,7. Еще раз. 43,6. Так, это намного легче. 36. 36 грамм ровно. Ну, перфораций много, диаметр чуть поменьше. Все закономерно. Так, собираем все это дело обратно. Сколько будет весить финис. Напомню, говорю, что корпус покрыт софт-тачем. Может, даже тяжелее это все дело окажется. И плюс более тяжелые шпули. В остальном это все одно и то же. Так. Сейчас вспомню. GTI можно будет поставить. Так. Заставить ее устойчиво стоять на лапке не удастся. Давайте пробовать, как ее так разместить, чтобы она не коснулась стола. 196,7 граммов. То есть чуть меньше 200 граммов. Еще раз. 196,7 граммов. Так, это тысячник, который вроде как тысячник. А теперь финис. У финиса... Вот у финиса ход лучше заметно. Что у нас с люфтами? Ну, понятно, в шестиграннике есть. В кнопе почти нет. Здесь металл, здесь металл. И даже эта часть металл. Так. Разборный кноп. Ну, это опять их, скорее всего, для смазки. Корпус, пластик. Ну, углепластик, будем надеяться. Переключатель обратного хода. В роторе люфт есть, но небольшой. Продольный, естественно, есть. Опять же, так вот здесь продольный есть. В роторе меньше. В шестиграннике есть. В кнопе почти нет. Ну, то есть, ну, я думаю, это все одно и то же. Ну, ход у этого и лучше. Да, заметно лучше. Так. Но все-таки, говорю, в соединении рукоятки вот здесь вот есть некий люфт. Но мне кажется, что это все-таки все-все в шестигранник упирается. Был бы он... Так. Был бы здесь... Была бы здесь вкручивающаяся рукоятка. Соответственно, этих люфтов бы мы не имели. Так. 208,6 граммов. Ну, если считаем ее двухтысячником, это очень немного. Для тысячника это уже чуть-чуть великовато, наверное. Ну, пусть будет, как заявлено, двухтысячник. Так, еще тут заметил одинаковая надпись. Одинаковая надпись, или где-то мне при примере сейчас. Нет, не одинаковая. Это у... У Финиса динамик написано на роторе. Фактически имеем две одинаковых катушки, отличающиеся от диаметра шпули. Чуть худший ход, но более легкая катушка. Чуть лучший ход, но более тяжелая катушка. Разное исполнение, но, скорее всего, один и тот же завод. И вряд ли это джитай, и вряд ли это синай. То есть, это какое-то отдельное китайское производство, которое продает катушки разным магазинам, разным торговым маркам. Обе катушки неплохие, обе довольно изящные. Разные цветовые решения. Дальше будет видно в работе, насколько они хороши. Пока можно сказать, что в целом внешний вид лучше, чем ходовые качества. Но, скорее всего, ничего такого плохого. Просто средняя катушка за небольшую цену. Никакого там отторжения не вызывает. Особых огрехов в изготовлении не наблюдаются. Но бывают катушки явно лучше, но бывают и явно хуже. Это такая нормальная катушка за полторы тысячи рублей. То есть, не откровенное барахло, но есть куда расти. То есть, если есть возможность купить более дорогие, купите более дорогие. Нет, значит, берем эти, ловим, радуемся. Катушки нормальные. Так, еще хотел посмотреть на шпули. Одинаковые. Да, даже крепление для лески, вот этот язычок и тот одинаковые. Ну, в общем, все одинаковые, слегка дизайном и размерами отличаются. В остальном все взаимозаменяемо. Даже ручки. И ручки и те будут взаимозаменяемы. То есть, им можно поиграть, переставляя туда-сюда, посмотреть, как это все дело будет в таких франкенштейнах отличаться. То есть, переставлять ручки, ручки попереставлять шпули, если есть желание. Ну, если подбираем под какой-то конкретный спиннинг. Так и так. Вот такие вот две катушки. Куплены в один день. Очень похожие, но и немного отличаются. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, а я буду обозревать что-то другое. Показывать вам, рассказывать свое мнение. И приходите на мой канал. Всем спасибо, пока.